Привет, красотка! И сегодня мы с тобой поговорим о бровях. Несмотря на то, что на моем канале уже предостаточно видео о том, как отрастить брови, как уложить брови, как добиться идеальной формы бровей. Мне кажется, никогда не будет много информации про брови. И сегодня мы поговорим о такой технике под названием ламинирование бровей, о процедуре, которую я недавно сделала со своими бровями. И я вас спрашивала и в видео, и в инстаграме, вот в этом посте, хотите ли вы видео на эту тему, показывала свои брови до-после. И вообще в сторис я устроила целую экскурсию по моим бровям, начиная с 9 класса. Я показывала, как менялись мои брови, это было очень смешно. И было очень много... Да, пожалуйста, Саша, сними такое видео, очень интересно. Поэтому я села снимать это видео. Я расскажу вам о том, что такое ламинирование бровей, как клиент, потому что я такой же человек, как и вы, который пришел, сделал процедуру. И вот на моем своем... На моем своем... И на своем опыте могу рассказать о плюсах, о минусах, как проходила процедура, как я сейчас укладываю брови, и погнали. Но перед началом видео я хочу тебе напомнить, что у меня сейчас на канале действует акция, хотела бы сказать. Я даже не знаю, что это такое. Череда подарков в каждом видео. И в сегодняшнем видео я разыгрываю невероятный просто союз, тандем, дуэт. Палетка доохромных хайлайтеров. То есть там сразу же несколько оттенков просто обалденных. Там есть и стандартные оттенки, которые просто подойдут всем. И какие-то более оригинальные, голографичные. В общем, невероятная палетка. И ее будет дополнять доохромный блеск для губ. В общем, все для нашего, вашего сияния. Поэтому смотри обязательно до конца, чтобы узнать условия конкурса. И мы начинаем. Итак, что вообще такое процедура ламинирования бровей? Их разделяют на три вида. Я очень быстро пройдусь по каждому. Первое это моделирование. Это сугубо косметическая процедура. Здесь применяются на брови такие составы, которые как бы утяжеляют вес каждого волоска. И за счет этого волоски становятся более послушными. Знаете, как делают ламинирование волос? Волосы становятся сразу же такими гладкими, послушными, как будто более тяжелыми. И в принципе то же самое происходит здесь с бровями. После этого их намного легче укладывать. Они не торчат в разные стороны. Второе это окрашивание. Это точно такое же ламинирование, но просто в эти средства, которые наносят на волоски, добавляют еще также красящие пигменты. И по итогу вы уходите с процедуры не только с уложенными бровями, но еще и с прокрашенными. То есть на них будет цвет. И также есть лечебное ламинирование. Здесь в составы входят все различные полезные растительные масла, компоненты с супер классным вашим бровкам. Но это не моделирует и не окрашивает брови. Это просто такая чистая лечебная процедура. Показания к ламинированию бровей. Другими словами, кому нужно делать ламинирование бровей? Во-первых, это случай был мой. Это когда у меня не слишком плохая какая-то ситуация с бровями. В принципе, они у меня были не перещипанные, не порезанные. Там, не знаю, ничего с ними плохого не было. Но волоски у меня укладывались все равно какими-то палками. То есть у меня по природе волоски очень тяжелые. Они очень непослушные. И только зафиксировав 2-3 раза гелем, и то я не получала нужный мне результат. Я не получала эффект таких естественных бровей. Более того, на уголках у меня волоски вообще не растут. И я не могла как бы туда зачесать другие волоски, чтобы был эффект волосков. У меня разговаривает. Ну, в общем, такая процедура, как вы понимаете, помогает уложить самые непослушные волоски наверх. Причесать их так, как вам нужно. И от этого форма просто совершенно другая. Следующий случай это плохой рост самих бровей и даже, может быть, их выпадение. Здесь может быть много причин. Там стрессы, беременность, роды. Просто вот такие ослабевшие уже луковицы у вас. Асимметрия бровей. Бывает, что природа матушка распорядилась так, что у нас брови, в принципе, они симметричные. Они у нас не близняшки, а двойняшки. Но у кого-то прям это существенно видно. Бровь может быть выше другой, короче другой. И ламинирование может помочь в этом. Ну и также светлые брови. Слишком светлые брови, которых вообще не видно, пока вы их не прокрасите. Ламинирование при этом тоже может спасти ситуацию, но это если вы еще будете окрашивать. О моем опыте, что делала я со своими бровями, какой вид ламинирования был у меня чуть-чуть попозже. Пока что расскажу, как проходила процедура. В самом начале мастер очищает ваши брови. Мне также выщипали ненужные волоски. Мне, кстати, впервые выщипывали брови нитками. Я до этого видела только в инстаграме, как это делают. Не очень, конечно, приятно, но в принципе я терпима к такой боли. То есть у меня там не текут слезы, я не говорю, а, подождите, подождите, мне нужно продышаться. Нет, у меня такого нет, я так как воин сижу терплю. Но, конечно, не самое приятное. На следующем этапе мастер наносит специальное средство вокруг бровей, то есть на нашу здоровую кожу, чтобы, если что, пигмент на здоровую кожу, даже если попадет, то он никакой реакции аллергической не вызовет и, в принципе, никакого раздражения не будет. И, собственно, начинается само действие на брови. На волоски наносится вот этот вот состав, который потом делает волоски более податливыми, более тяжелыми. И мастер укладывает щеточкой брови так, как хочется, чтобы в конце они лежали. Они накрываются пленочкой. И в зависимости от типа процедуры, от того, в каком вы городе делаете, в каком салоне, у всех разные составы, у всех разные средства, вы сидите там 10 минут, 20 минут, 30 минут. И, собственно, по истечению этого времени, мастер смывая средства еще раз укладывает волоски, как нужно, чтобы они лежали, и вы счастливы уходите домой. Ну или не счастливы, если вам не очень понравилось. А, еще стоит сказать, что эффект продлится примерно полтора месяца. У кого-то больше, у кого-то меньше. Переходим мягко к моему опыту, что было лично у меня. Я делала ламинирование просто без окрашивания, то есть это моделирование, то есть это придание волоскам нужной формы. Почему я не делала окрашивание? Потому что ни один мастер, ни один салон пока что в моей жизни не сделал мне окрашивание так, как я люблю и хочу это делать дома с помощью карандаша. То есть мне не нужны вот эти вот заполненные пространства, которые, знаете, именно прокрашивают кожу. Я лучше всего вижу свои брови сама дома перед зеркалом. Даже если это делали просто высочайшего класса мастера, мне все равно никогда идеально не нравится. Из особенностей, в первые сутки волоски бровей нельзя мочить, нельзя укладывать, вообще никаких лучших механических воздействий не совершать, потому что они должны вот в этом составе еще побыть, чтобы они еще уложились хорошенечко. Я, если честно, сразу после процедуры, когда увидела в зеркале результат, я такая, о, прикольно, классно, какие объемные волоски, какие они оказываются густыми у меня могут быть. Но потом я немножечко испугалась, потому что я не знала, что их, оказывается, можно укладывать самой каждый день, как ты захочешь. То есть мне мастер уложил их максимально пушисто, а я на себя смотрела и понимала, что я так пушисто не хочу. Я думала, что мне так будет всегда теперь. И я пришла такая домой, думаю, ну нет, вроде бы красиво, но вроде бы я бы хотела чуть-чуть по-другому зачесать. И уже на следующий день, когда уже можно было с ними что-то делать, я щеточкой попробовала их зачесать, и оказалось, что это мои же брови, они такие же укладываемые, но они просто стали намного, намного податливее, намного послушнее, и поэтому с ними можно творить что хочешь. Сейчас переходим мягко к тому, как я укладываю брови, как изменилась вообще моя процедура окрашивания бровей каждый день, точнее, не окрашивания, а покраски. Скажу честно, намного все стало проще, потому что мне нравятся брови стали намного больше, и я какая-то более счастливая ухожу всегда от туалетного столика, и такая, классно, мне нравятся мои брови. В самом начале я просто зачесываю их по нужному направлению, обычной щеточкой без геля, без всего. Далее, как и раньше, я прохожусь по бровям карандашом, автоматическим карандашом, я больше всего люблю такие карандашки, они тоненькие, ими можно прорисовывать вот такие вот прям вот черточки, как будто ты прорисовываешь бровки. Где-то у меня есть еще все равно недостающие места, то есть мне же не наращивали брови, это мои же брови, просто они уложены. Поэтому в этих местах я карандашиком прохожусь, и как бы делаю такую вот тень. И затем этой же щеточкой, которая в самом начале расчесывала брови, я хорошенечко распределяю карандаш по всей брови, чтобы смотрелось максимально естественно. И в самом конце фиксирую прозрачным гелем. Брови у меня теперь смотрятся естественнее, как я думаю, то есть на них меньше пигмента, на них меньше каких-то изогнутостей, потому что раньше я прямо уголки хорошо прокрашивала, потому что там ничего не было. Сейчас у меня форма вообще изменилась, у меня брови стали более прямыми, и мне сейчас кажется, что для моей формы лица они мне больше подходят. Уверена, что через полтора месяца я пойду заново делать эту процедуру, мне понравилось, действительно круто. Но сейчас расскажу о минусах, их всего я нашла два. Первый минус это то, что с такими бровями вы не всегда. То есть, когда вы просыпаетесь утром, а ночью мы кувыркаемся, там не знаю, спим на лице, трогаем лицо непонятно как, нам что-то снится, что-то происходит, и вы просыпаетесь, и у вас не будет таких уложенных бровей. Более того, они еще более в некрасивом виде, чем когда они вообще без этого геля, без ламинирования. Почему это происходит? Собственно, волоски же у нас стали податливее, они стали послушными, поэтому от любого вашего вот этого шороха, там проведения по лицу рукой, они меняют форму. И я просыпаюсь всегда, у меня просто брови смотрят все вниз. То же самое происходит после души и ванны. И я на сайтах читала, когда готовилась к этому видео, я на сайтах читала, что ламинирование бровей нужно делать перед отпуском, тогда вы будете купаться в море, и вы не будете переживать о том, что у вас волоски как-то лежат неаккуратно. Фигня полная! Они будут лежать неаккуратно, просто максимально, потому что суть ламинирования была в том, чтобы сделать волоски более податливыми. Поэтому от любой волны, от любого там соприкосновения с бровями, они будут менять форму вверх, вниз, вверх, вниз, налево, направо. Но, разумеется, когда вы их укладываете с утра и на весь день, если вы особо не чешете свои брови, не трогаете их, то они продержатся хорошо, даже отлично, и все будет красиво. Это был первый минус. А второй минус это стоимость процедуры. Это, возможно, кого-то отпугнет сразу же, потому что в больших городах, типа Екатеринбурга, это процедура от 1000 рублей до 3, по-моему. Ну вот, в принципе, красотки и все. Я рассказала вам все об этой процедуре, о моем опыте. И надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Если вам хочется побольше роликов о каких-то процедурах, которые я с собой иногда провожу, хотя это очень редко бывает, пишите все равно в комментариях, чтобы вам было интересно посмотреть. Ну а мы переходим к сладенькому, и мы переходим к конкурсу на обалденную палетку хайлайтеров и блеск. Итак, чтобы тебе выиграть этот замечательный дуэт, первым делом поставь лайк на это видео, ты можешь это сделать прямо сейчас, не закрывая видео. Второе, это подписаться на мой инстаграм, здесь сейчас выплывет ник, и он всегда в описании. И в-третьих, напиши в комментариях о том, хотела ли бы ты сделать процедуру ламинирования бровей, какая у тебя вообще ситуация с бровями обстоит, ты с ними дружишь там, каждый день для тебя это сказка, проводить время у туалетного столика и красить брови, или это же полная мука, и хочется что-нибудь уже с ними сделать, чтобы они были нормальными. В общем, напиши свое отношение к этому и к процедуре ламинирования бровей. И очень важный момент, не забудь в этом же комментарии прикрепить свой ник инстаграма, чтобы мы могли с тобой связаться в случае, если именно ты станешь победительницей. Результаты конкурса будут у меня в сториз. Ну а я вас, красотки, очень сильно люблю, и улыбайтесь чаще. Редактор субтитров А.Семкин